Так, пришли мы с рынка, нужно что-то по-быстренькому обедать, и захотелось нам селедки. На вид она казалась такой крупной, оказалась как-то очень фигуристая, в общем. Надо было брать две. Так, решила я так, по-колхозному, не чистить, не разбирать ее, каждый сам себе почистит, разберет. Добавила лука, масло, которое подсолнечное, нерафинированное, которое вкусно пахнет семечками, жареными. И, 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 что уксус, лук и вот это масло. Немного уксуса добавила. Вот, сейчас пока селедка стоит, ждет, а у нас там варится картошечка. Картошечка только начинает тут нагреваться вода, скоро уже закипит. В общем, отварится, сюда добавим сливочного масла и укропчика. Еще у нас там осталось немножко пельмешек со вчера, разогреем, в общем, нормально. Сегодня с голоду не помираем. Так, картоха сварилась, еще горячущая. Я положила туда масточка и укроп. Еще у нас вот здесь осталось совсем немного квашеной капусточки. Это нас угощали, моя мама с бабушкой. Их производство, очень вкусная капусточка. Я такая самоуверенная, говорю, много не давайте, мы завтра свою сделаем. А сегодня загрузились, как эти, ишаки на рынке. И уже было не до капусточки. Поэтому завтра пункт номер один сделать квашеную капусту. Ну, нарезать, посолить и утрамбовать в банке. Вот, что касается укропа, современный укроп, не тот, который вот сейчас, да, даже вне сезон продается, а вообще, в принципе, который в последнее время продается, он как сено на вкус. Ну, вот абсолютно никакого запаха укропа я не ощущаю. Абсолютно. Пахнет просто сеном, какой-то травой. Так, селедка стоит, ждет. В общем, сейчас мы эту капусту по-братски разделим и сядем кушать. Так как поесть нам нужно очень быстро, сделаем мы это сами, без вас. Возможно, когда-нибудь, когда у нас будет настроение и время, сядем и вместе потрапезничаем. В общем, если кто-то тоже садится кушать, приятного аппетита, мы помчали. А, блин, надо, чтобы развернулся. Ага. Ясминку развлекаем, как можем. Она как этот, трамвай ждет на остановке. Да, сейчас. Отъедет. Транспорт. Она уже готова впрыгнуть. Ха-ха-ха. Яс. Как я сейчас катаюсь? Как я сейчас катаюсь? Ты хочешь так покататься? Да нет. Ну, конечно, ты же боишься. Он сбежит сейчас. Ага. Тимана от тебя не отсидит, убежал. Убежал. Скажи ему, иди сюда. Я поехал. Эй. Куда спрятался? Выходи. Так, мы же сегодня сходили продуктивненько и купили я себе вот такую прелесть на зиму. Мне так нравится эта расцветка, я прям не могу. Хотя мне немного кажется, что вот этот розовый, который в капюшоне, немного не отсюда. Хотя здесь вся такая подкладка, да, такого розового цвета. Вот если бы она была вот такого цвета, было бы вообще здорово. Ясминка, тебе нравится? Смотри, какая прелесть. И вот этот голубой под твои глазки. Что ты хочешь? Что не нравится? Тебе не нравится? Нравится робот. Робот нравится? Яс, тебе нравится? Смотри, какая классная штучка. Вот здесь такие эти чуни-муни. Первая обувь у тебя будет такая. Перчаточки тоже пристегиваются. В общем, молодцы мы. Космонавт! Ясминка! К запуску в космос готова. В общем, вот такой брундучок получился. Кряхтит, цопит. Ничего я, зима настанет, оценишь. Будет классно. Тепленько. Не знаю, мне понравилась расцветочка. Такая и не броская, и не... Сюда будешь карманчик денежку ложить. И не вот этот приевшийся розовый цвет. Хотя есть немного элементы, но... В общем и целом, очень даже красиво. Да, Ясминка? Ты еще пока не можешь оценить всю прелесть. А маме нравится. Ладно, будем ее раздевать, а то тут она сейчас как в сауне. Ну все, 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 не нравится. Все, раздеваемся. Так, у нас уже начало 10-го, 21 с началом, и пришло время поставить йогурт на ночь. У нас Данияр очень любит йогурт, любой, и домашний в том числе. Он даже иногда по настроению может есть его без всяких добавок. Иногда мы добавляем ему джем какой-нибудь в небольшом количестве. Но я тут придумала новую добавку для йогурта. Завтра хочу ее опробовать. Но для начала нужно приготовить сам йогурт, само собой. Значит, у меня есть вот такие вот 7 баночек. Есть йогуртница, я ее уже включила. Вскипятила молоко. Прям на грани, чуть оно у меня не убежало. Вот прям уже шапка такая стояла над ковшом. Но я вовремя успела. Прям вот еще секунда, и пришлось бы мне полночи плиту драить. Так, так. Значит, я как готовлю йогурт? Я изначально кипячу молоко. Молоко я беру коровка из кореновки 2,5% жирности. Для меня это идеальное сочетание с закваской Вива йогурт. Ну, как бы, я пробовала сделать такой йогурт из домашнего молока, цельного, с той же самой закваской. Получилась обычная простокваша. Ну, вообще не понравилась никому. Все так ее, конечно, доели из этих 7 баночек, но без особого восторга. И больше мы этот опыт не повторяли, потому что получилась такая комковатая, комковатая структура. Даня, вон, мясорубкой продолжает играться. Сейчас как-то нужно его еще спать уложить. Так, молоко я вскипятила, и сейчас мы будем ждать, пока оно остынет. Ну, это мы тут будем ждать, а вы, конечно же, увидите, что я буду делать дальше, когда молоко остыло. Сказала, значит, у меня коровка-кореновка, коровка из кореновки 2,5% и закваска, вива, йогурт. Вот в этом сочетании получается идеальная текстура, гладкая, однородная, просто на какой-то крем, на какое-то мороженое похоже. И его, в принципе, очень приятно есть даже без добавок, вот серьезно. По времени я вот, если сейчас часам к 10 поставлю, то утром в 8, в 9 можно снимать, ставить в холодильник, будет идеально. То есть он не будет перекисшим, не будет кислым, он будет такой с легкой кислинкой. В общем, перфекто. Так, ну все. Значит, часики тикают, ждем, пока остынет молоко. А, ну и, кстати, зачем я его кипячу, да? В принципе, многие просто подогревают, потому что молоко покупное, оно уже пастеризованное, ну и логично, что оно уже подготовлено. Ну, у меня как-то сохранилась привычка еще со времен работы в лаборатории качественно готовить бактериальную среду для размножения бактерий. В данном случае я прям вспоминаю, ностальгирую, вспоминаю те времена, как будто прям у меня тут лабораторное исследование. Сейчас буду штамм бактерий молочно-кислых размножать в своих баночках маленьких. Вот такая вот история. Значит, я молоко кипячу, здесь сейчас при остывании образуется пенка, я ее собираю, убираю, чтобы ничего там не плавало и не смущало никого. Добавлю закваску, покажу, чего и сколько, и, ну, покажу конечный результат, как я разолью по баночкам и поставлю в йогуртницу. А уж завтра, надеюсь, будет время, покажу, что получится. Мне надо йогурт. Что тебе надо? Йогурт. Любишь? Я люблю йогурт. Не трогай только горячий ковш. Пожалуйста, не трогай. Какой? Ковш горячий с молоком. Будешь дать йогурт завтра? Да. Да? Будешь сам кушать из баночки? Да. Ну все, ну как не сделать, когда любит мальчик мой йогурт. Так, что я делаю дальше? Я вот так отбираю немного молока в баночку, в одну, и вот из одного такого пакетика здесь написано, одним пакетиком можно заквасить от одного до трех литров. Я же девушка экономная, раз одним пакетиком можно заквасить от одного до трех литров. Значит, литр молока можно заквасить одной третью пакетика. На самом деле, можно взять и куда меньше закваски, можно разделить ее, грубо говоря, на шесть частей. Бактерии-то размножаются в геометрической прогрессии, и все равно все заквасится. Ну а я вот один такой пакетик разделяю на три части. Примерно, условно, там прощупала, какая горка этой закваски внутри, примерно третью часть отсыпала, и вот развожу вот так отдельно в баночке. Температура молока где-то около 40 градусов, ну такое, слегка теплое. Потому что в большом ковше молоко еще горячеватое, я же отобрала меньший объем, он быстрее остывает. И пока здесь, я буду сейчас хорошенечко размешивать эту закваску, чтобы не было комочков, там молоко как раз и подостынет. Я перенесу вот эту заготовку в большой ковш, все еще хорошенечко размешаю, ну а потом буду разливать уже по баночкам. Вот так. Значит, отбираю одну третью часть, а потом оставшееся вот так вот закручиваю, закручиваю и плотненько прищепочкой такой закрываю и храню в холодильнике. Отлично заквашивает. Вот он, вклинился. И второй, и третий раз. Дань, Дань, ты мне немножко мешаешь? Вот. Я пробовала, кстати, еще перезаквашивать. Есть такая практика, когда из готового уже йогурта берут какую-то часть и этой закваской заквашивают следующую партию молока. Вот это мне уже не нравится, потому что получается уже другая текстура, уже какая-то такая, больше на просто кважу похожая чем-то. И поэтому мне проще поделить вот эту первую закваску на несколько частей, чем потом перезаквашивать. По сути, оно то на то и выходит, только каждый раз у меня партия очень вкусного и однородного йогурта получается. Вот так вот. Может, кому-то пригодится эта информация. Тебе нельзя лучше этот ножик брать. Я тебя сейчас съем. Сейчас. Это тебе нельзя брать ножики. Это тебе нельзя брать ножики. Нет, это тебе. Серьезно? Угу. Любитель говядины с овощами из баночки, детское питание. На самом деле, я радуюсь, что он ест это, потому что на вкус это так себе. Но там вроде как нет соли, никаких специй. Я думаю, что такое мясо с овощами довольно-таки полезно. И пока он это ест с удовольствием, мы ему это покупаем. Так, ну все. Молоко остыло. Моя закваска здесь уже хорошенечко так растворилась. Однородненько. Переношу сюда. Так, сейчас бы мне... Ну, не знаю сколько. Пару минут вот так аккуратненько размешиваю. Ну, а что аккуратненько? Что им станется? Правильно, размешиваем поинтенсивнее. Прям какие нежные. Этого более чем достаточно. Все уже хорошо распределилось. Равномерно. И вот теперь... Ну, опять же, изначальный объем молока у меня даже не литр, а как сейчас модно 900 мл. Ну, обычная стандартная упаковка. И теперь потихонечку буду это дело разливать. Разливать. Главное, чтобы не мимо кассы. Наливать где-то вот постолька буду. Вот. В общем, сейчас посмотрю. Изначально буду наливать постолька. Тут же еще место для... для допинга-топинга нужно оставить. Ну и в целом, объем баночек с объемом стандартной бутылки молока немного не совпадает. Да, не балуйся. Ну, ты видишь, мама работает. Делает тебе йогурт. Какой? Ну, какой твой любимый. Наверное, вот так оно и останется. Так, сейчас посмотрю, куда бы еще... Вот сюда. Вот сюда еще чуть-чуть добавим. О, как раз нормально. В общем, плюс-минус где-то... Как раз нормально. Плюс-минус получилось одинаково. Так, сейчас аккуратненько перенесу в йогурт, несу. Ну, и покажу, что у нас в финале получилось. Все, баночки поставила. Даня тут страдает, что я не дала ему помочь. Он очень хотел помочь. Завтра будешь доставать баночки, хорошо? Сейчас они горячие. Дань, прекрати. Вот, значит, накрываю это все крышкой. Сами баночки крышками не накрываю. Завтра уже, когда мы их достанем, крышками накроем и поставим в холодильник. Кнопочку включила, лампочка горит. Здесь температура порядка 40 градусов. Как раз необходимая для активного роста этих бактерий. В общем, ну, как раз вот в районе сейчас 23-45. Вот в 8-9 утра йогурт будет готов. Все. Хозяйка уработалась. Так что будем сейчас укладываться спать. И вам всем спокойной ночи. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова